МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь, на бескрайних просторах тундры, где неделями дуют ветра, а столбик термометра зимой нередко опускается до минус 50, именно тут сегодня дан старт новому этапу освоения газовых месторождений Ямала. В прошлом году, в июле месяце, был прилет председателя правления по госфрому Алексея Борисовича Миллера на Баваненковское месторождение с облетом Харасавея, для того, чтобы посмотреть именно масштабность проведения работ. И он поставил задачу по началу проектирования, ну и, соответственно, получения до конца года положительной государственной экспертизы этого проекта. Мы эту задачу выполнили. Начало обустройства Харасавейского месторождения. Без сомнения, это важные шаги для того, чтобы и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе наши потребители чувствовали себя уверенно и знали, что всегда в их домах, на их производствах будет газ. Харасавейское месторождение находится в районе одноименного мыса. Первая волна его изучения прошла еще полвека назад. Сегодня территория – часть мегапроекта «Газпрома», который создает на Ямале новый центр газодобычи. В планах ежегодно получает тут до 360 миллиардов кубов в год. Запустит Харасавейское месторождение уже через 4 года. Только на нем будут добывать 32 миллиарда кубов. Это почти 7% от всего объема извлекаемого компанией газа. При этом общие запасы этих залежей огромные. По мнению экспертов, их хватит на несколько десятков лет вперед. Почему? Потому что в процессе освоения этого месторождения новые запасы будут ставиться на баланс. Я уверен, что там еще и рядом на шельфе будут открытия. Поэтому, если мы говорим про в целом полуостров Ямала и близлежащие территории, то я думаю, что эта история более чем на 100 лет. Освоение этого Харасавейского месторождения займет, пожалуй, точно не одну страницу в летописи Ямала. По запасам, а это 2 триллиона кубических метров газа, его относят к уникальным. Залегает он буквально под моими ногами на глубине около полутора-двух километров. Это так называемые Синаманские и Аптские залежи. Но самое главное, то что там практически чистый метан. Поэтому не потребуется дополнительных расходов на его переработку. И уже в дальнейшем, позже, будут уже добывать газ с более глубоких слоев. Месторождения, которые здесь расположены на Ямале, они такие многослойные. Это несколько залежей, несколько пластов. И впервые в России мы здесь, на Ямале, используем технологии, которые позволяют вести добычу газа. Это залежи, которые расположены на разной глубине, единой производственной инфраструктурой. Тут на Харасавее, в Тундре, до 2023 года «Газпромам» предстоит построить целое производство. Комплекс подготовки газа, компрессорные станции, пробурить скважины и проложить дороги. И эта задача посильна. Базой для строительства и доставки основного оборудования и стройматериалов станет соседнее Бываненковское месторождение. Логистика на Харасавейское месторождение по завозу грузов 50 на 50. То есть это железнодорога, завоз на Бываненковское месторождение, на станцию Харской. Потом по Зимнику определенный тип груза мы перевозим до Харасавейского месторождения. И 50% грузов мы будем завозить морским транспортом до порта Харасавей и потом уже непосредственно на месторождение. В общей сложности предстоит доставить полтора миллиона тонн грузов, буровые установки, газовые трубы, насосы, компрессоры и системы термостабилизации грунта. А еще тут появится вахтовый городок, а главное его жители, первоклассные специалисты-буровики. В основном те, кто уже имеет навыки освоения добычи на соседнем Бываненковском месторождении. Наша съемочная группа побывала на нем еще прошлым летом. Да, на Харасавее скважины немного другой конструкции. Там более, немного глубже залегание продуктивных горизонтов, более высокое давление. То есть если здесь мы используем оборудование до 350 килограмм, там оборудование будет уже использоваться до 700. Оба месторождения, Бываненковское и Харасавейское, станут своего рода технологическим, логистическим и сырьевым центрами газодобычи Ямала. А еще тут, в Арктике, отрабатывают современные методы защиты хрупкого биобаланса. У нас на Бываненково построены специальные мостовые переходы через наши коммуникации для того, чтобы обеспечить свободную миграцию оленьих стад и диких животных. Точно такие же переходы будут построены через коммуникации и на Харасавейском месторождении. Наверное, надо отметить также и то, что мы очень внимательно относимся к тому, как мы работаем с водой. У нас замкнутый цикл по воде, по водоснабжению, который не предполагает никакого сброса в реки, в озера, не предполагает никакого сброса в почву. И таким образом, конечно, мы полностью здесь исключаем загрязнение водных ресурсов Ямала. Полуостров Ямал, по сути, огромная глыба льда, толщиной местами в полкилометра. Весной 80% его территории и без того покрыто реками и бесчисленными озерами. Поэтому так важно не допустить чрезмерного таяния грунта из-за деятельности человека. Чтобы этого избежать, на Хроссове, как и в Бабаненково, подземные скважины будут помещать в термокейсы. Здесь немножко у нас было сложнее грунта и, соответственно, соленость больше. Применили мы в скважинах термокейсы. Это кондукторы направления с теплоизоляцией. Соответственно, все у нас скважины оборудованы будут теплоизолированы трубами, насосно-компрессорными трубами. Для того, чтобы не было растепления и просадки, ну, устойчивости, потери устойчивости скважины. Термокейсы – это специальные колонны. Они отделяют технологический процесс бурения и добычи под землей от окружающей вечной мерзлоты. Представляют из себя две стальные трубы, вставленные друг в друга, а между ними – слой изоляционного материала. Такая технология минимизирует влияние теплового излучения на грунт и его таяние. И позволяет избежать не только его провалов, но и выхода газа на поверхность. А значит, окружающей среде ничего не угрожает. Если говорить о том, как мы будем обустраивать Харсавей с учетом экологических требований, то в первую очередь, конечно, мы будем использовать тот опыт, который у нас уже есть в обустройстве и эксплуатации Баваненковского месторождения. Что здесь в первую очередь надо отметить? Вот с учетом того, что летом воды много, 80% всей территории Ямала, конечно же, были разработаны технологии, которые минимизируют необходимые площади для наших производственных объектов. Здесь у нас на Ямале очень высокий уровень автоматизации технологических процессов. И технологии, которые здесь применяются, это малолюдные технологии. Одна пятая часть Харсавейского месторождения находится в море, богатым уникальной северной рыбой. Для экономии средств во время добычи газа на шельфе и защиты флоры и фауны работать в Карском море Газпром будет с берега. Но я могу сказать, что это не представляет абсолютно никакой сложности, потому что с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием. Да, над ним формально будет море, но вам не нужно будет использовать подводный добычной комплекс. То есть вы будете брать этот газ и получать его наверх уже на суше. Это, конечно, серьезно облегчает эту историю. Общая ресурсная база Газпрома на Ямале 16 триллионов 600 миллиардов кубических метров. Для сравнения, при общей добыче в России 725 миллиардов, только этих запасов в стране хватит на четверть века. На Ямале не просто уже добывается газ, создана полноценная инфраструктура вывоза газа. То есть Баваненково подключено к единой системе газоснабжения. Самое главное, по большому счету, что у нас и создан экспортный канал. В будущем построят трубопровод от Харсавея до уже действующих ниток Баваненково-Ухта и Баваненково-Ухта-2. И далее по северному газотранспортному коридору топливо пойдет как на внутренний рынок, так и на внешний, по северным потокам в Германию. Именно для повышения надежности поставок топлива им предстоит обеспечить ресурсную базу на годы вперед. Есть несколько базовых опорных месторождений. Это Баваненковское месторождение, это Харсавейское и Крузенштернское. Мы уже в настоящее время создали необходимую производственную и транспортную инфраструктуру нового Ямальского центра газодобычи. Вся эта инфраструктура здесь создана с нуля. В том числе здесь построен аэропорт, который стал первым новым аэропортом времен Новой России. Новый центр газодобычи на Ямале это будущее нашей газовой отрасли страны. Ведь от момента первого бурения до получения товарного газа проходит не один год. Именно поэтому так важно уже сейчас начать освоение Харсавейского месторождения. Пробурить скважину это еще полдела, потом надо освоить ее. Буровая станока будет передвинута на 15 метров. Мы, как буровики, приступим к бурению следующей складки. Наше место занимает освоенцы, которые уже простреливают наши колонны, вызывают приток газа из пласта, потом отжигают этот газ, который уже будет подниматься под пластовым давлением на дневную поверхность, доводят его до товарного вида, и только потом уже газ спускается в магистраль. И хотя первый газ из Харсавея в сеть поступит только через 4 года, инвестиции в проект идут уже сейчас, что обеспечивает поступление налогов в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа. Только в прошлом году газовая компания направила на свою деятельность в регионе 173 миллиарда рублей. При этом деньги идут не только на освоение месторождений, но и развитие логистических инфраструктурных проектов. У нас на Ямале получится действительно такой очень универсальный инфраструктурный центр, где есть и добыча, и инфраструктура с выходом в порт. Это открывает интересные возможности вплоть до существенной переработки. Тем более, что проблем с доступом к мировым рынкам углеводородов не будет. На Ямале реализуется проект северного широтного хода. Железные дороги, соединяющие северное и Свердловское направление с выходом к порту Сабета, все в морпути. Это наиболее выгодный водный маршрут из Азии в Европу, что сделает Ямал не только сырьевой колдовой России, но и современным, а главное, прибыльным логистическим хабом. Субтитры создавал DimaTorzok